Девушки отдыхают Друзья, с вами Старгумия и мы продолжаем работать на немытого деревенщину Марти в игре GTA Vice City Stories, который все еще не насытился местью Бандичола. Правда, в этот раз он решил зайти намного дальше и отжать у них целый бордель, дабы расширить сферу своей деятельности и помимо Реккета заниматься сутенерством. Хм, два в одном и мексиканцам поднасрят в очередной раз, чтобы точно поняли намек уже далеко не прозрачный и денежек заработают. Неплохо придумано. Только вот заниматься всей грязной работенкой для осуществления этого плана придется нам, конечно же, конечно же. Поэтому сразу после разговора с Марти садимся в тачку и едем в магазин оружия Джея, друга Марти, который нам даст халявный дробовичок. Ну а если вам нужен халявный бронежилет, то вы знаете, где его найти. Если нет, то смотри восьмую миссию. Ну а теперь, ребятки, когда с формальностями покончено, начинается самая веселая часть миссии. А именно, мы едем устраивать геноцид Чола в борделе, который, кстати, находится неподалеку от будущего таксопарка Kaufman Caps, знакомого нам по оригинальной Vice City. Довольно удобное расположение, не находите? А вот и он, чуваки, великий и ужасный бордель. Нет, на самом деле он не такой уж великий и не такой уж ужасный. Просто маленькая коморка, где поместится от силы 2-3 проститутки, но ничего страшного, бизнес есть бизнес, поэтому сейчас мы его отберем. И, как вы заметили, здесь довольно-таки тихо, поэтому нам нужно уничтожить машину Чола, дабы хоть кого-то выманить. Для этого забегаем вот сюда за угол и кидаем под днище тачки гранатку, затем бежим-бежим-бежим, дабы не взорваться, как в прошлый раз. И вот они, Чола. Отстреливаем их помаленечку, потихонечку. Правда, они довольно-таки юркие, вот как вот этот вот индивид. Но ничего страшного, ничего страшного, просто отбегаем от них подальше и стреляем издалека. Они вас даже не поцарапают, я уверен. Так, остался здесь на улице последний. Убиваем его и идем в сам бордель. Там, вероятно, кто-то тоже остался, поэтому разберемся с ними. И приберем эту собственность к себе. Да, все, здесь был единственный мексиканец, поэтому берем биту и начинаем разрушать столы, кровати, стулья, дабы показать всю нашу силу. На самом деле, этого делать не обязательно. Достаточно разрушить лишь кровать, но никто не смеет давать отпор бате, поэтому я здесь разнесу абсолютно все. Ну и к тому же, это неплохой способ поднасрать немножко Марти. Потому что он в последнее время что-то слишком много выеживается. А так ему придется покупать новую мебель. Кстати, о покупках. С этого момента мы сами можем приобретать недвижимость. Что, безусловно, очень круто. А на сегодня все, пацаны. И дамы. Марти прибрал себе к рукам это место, а у нас остался халявный неиспользованный дробовик. Потому что, ну камон, в этой халупе было всего 6 мексиканцев. Зачем такую ценную вещь разбазаривать понапрасну, согласны? Я рад, что вы со мной согласны. И уверен, он нам еще пригодится. А пока, всем спасибо за просмотр. С вами был Старгуми. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, пишите комментосики. И ждите, конечно же, новые видосики. Всем удачи и покеда.